всем привет вы на канале чайник под парусом по поводу моего первого видео которое вызвало бурную дискуссию в ю тубе значит те кто досмотрит этот ролик до конца получат небольшой бонус видимо их пояснений ко всем спорным моментам которые всплыли и не были освещены в том первом ролике значит а сейчас как и обещано поговорим об ммс идентификаторе поехали значит правильнее говорить не собственно говоря об ммс ай а о лицензии на право использования радиоэлектронных средств именно этот документ вы получаете именно в нем прописан ваш ммс идентификатор и в отличие от сертификата оператора который выдают многочисленные пару парусная школа это вполне себе документ государственного образца со всеми вытекающими отсюда значит для того чтобы получить эту лицензию который бы присутствовал ммс нам нужно сначала зайти на сайт главного радиочастотного центра и зарегистрировать там личный кабинет после регистрации личного кабинета вам станет доступно значит скачивание образца сопроводительного письма формы 1 и d1s и формы pr9 также там есть все пояснения как конкретно эти формы заполняются значит само по себе сопроводительное письмо пишется ну в общем-то в произвольной форме но чтобы было понятно что и как я советую только в нем упомянуть что эксплуатация радиооборудования предполагается за пределами российской федерации чтобы вам ошибочно не выдали внутренний российский ммс ай а чтобы он был международного формата вот значит важный момент сами формы вы можете заполнить любым способом как вам удобно но важно их обязательно распечатать поставить живую подпись и живую дату после чего отсканировать и уже вместе со сканами значит сопроводительного письма копия судового билета в данном случае вот у меня это билет выданный федерации парусного спорта значит копию вашего российского паспорта вот и значит фотографию с названием судно никаких денег платить не нужно государственный главный радиочастотный центр работает за счет бюджета и с вас денег никаких не получает значит после того как вы заполнили все эти документы вы должны их прикрепить в личном кабинете и отправить в моем случае в личном кабинете документы прикреплять не получилось не принимал сайт вот что хочешь что и делай я им написал на электронную почту письмо в котором изложил что так и так что вот я не могу прикрепить документы к в личном кабинете и поэтому их присылаю вам электронной почты и прикрепил соответственно к телу этого письма значит все эти сканы документов как ни странно на следующий день я даже не ожидал что все так произойдет быстро и реально будет какое-то шевеление мне перезвонили очень значит вежливо поинтересовались там некоторыми нюансами из которых выяснилось что я не совсем верно заполнил документы ну сказано сделано значит я быстренько переписал все эти документы устранил все эти досадные недочеты которые выяснились в процессе нашего разговора вот отправил им вторично на следующий день мне опять перезвонили с главного радиочастотного центра сказали что документы приняты все хорошо и соответственно ждите от нас ответа дня через три-четыре пришел на электронную почту ответ в котором содержалось значит два документа с электронной цифровой подписью из этих документов следовалось можно было понять следующее что экспертиза моего радиооборудования завершена успешно и что значит она допускается к эксплуатации как за пределами российской федерации так и на территории эфи значит после этого у вас есть календарный месяц чтобы обратиться в роскомнадзор и закрепить вот этот ммсi за вами и получить собственно говоря уже лицензию то есть из радиочастотного центра мы получаем только результаты экспертизы а саму лицензию выдает роскомнадзор значит обратиться в роскомнадзор можно двумя путями либо через сайт госуслуг но для этого нужна обязательно цифровая электронная подпись у вас если у вас нет цифровой электронной подписи то сайт госуслуг от вас заявление не примет в этом случае можно обратиться лично в любое региональное представительство роскомнадзора ну просто то которое к вам ближе значит что требуется нужно распечатать вот эти два бланка которые вам присылает радиочастотный центр из которого следует что ваше радиооборудование соответствует и допускается эксплуатации вот так же значит вам нужно записать заявление заявление пишется в произвольной форме главное чтобы было понятно из этого заявления что именно от роскомнадзора вы хотите вот значит далее копию опять же этого же самого судового билета копию российского паспорта и квитанции об оплате пошлины значит на момент когда платил я 3500 рублей за каждое электронное устройство но если цена поменяется соответственно на сайте вы об этом найдете информацию и будете платить главное что заполнить правильно реквизиты не допустить никаких ошибок все значит данные документы я лично доставил в региональное представительство где мне сказали что дело было под новый год мне сказали что до нового года мы не успеем но после нового года мы вам сообщим ну хорошо значит действительно после окончания новогодних праздников буквально через два-три дня мне позвонили сказали документы готовы приходите получаете пришел получил лицензию все сопроводительные документы ушел счастливый что меня сильно удивило и в главном радиочастотном центре и в роскомнадзоре все были настроены очень позитивно очень доброжелательно и что не менее удивительно люди действительно в теме люди задавали грамотно поставленные вопросы просто как бы то есть они люди понимают чем они занимаются это просто неожиданно и приятно теперь значит о том какие тонкие моменты не были освещены в первом ролике значит что будет если зайти в российский порт с регистрацией парусного спорта федерации парусного спорта с российским флагом и ничего хорошего не будет нужно понимать что до порта вы просто не дойдете как только вы попадете в территориальные воды российской федерации вас очень вежливо но очень настойчиво припроводят на таможню поскольку вы являетесь гражданином и резидентом российской федерации значит на таможню вашу лодочку поставят на временное хранение и далее начнется процедура оформления и оплаты таможенных пошлин до того момента как вы не выплатите до того момента пока вы не выплатите все таможенные сборы лодочку вашу не выпустят с того момента, как вы все заплатите, вас выпустят и пожелают счастливого плавания. Никаких дополнительных санкций к вам применяться не будет, поскольку вы еще ничего не нарушили. Вы только что оформили ввоз лодки. Дальше, да, регистрация в Федерации парусного спорта внутри Российской Федерации не имеет никакой силы, поэтому вам придется обращаться в ГИМС и регистрировать там. Без обращения в ГИМС и без получения регистрации от ГИМСа лодку вашу за пределы Российской Федерации уже не выпустят. Но даже и с ГИМСом там будет куча вопросов, куча сложностей и геморроя, но это уже отдельная тема, которую я не хочу осуществлять, озвучивать, потому что это долгое и самое главное интересовало нас другое, как получить регистрацию лодки, которая находится где-то там в нейтральных водах или в Средиземном море или еще где и не планирует приходить на территорию Российской Федерации. Очень важно понимать, что данный прием ждет абсолютно любую регистрацию, будь это Каймановы острова, будь это там Доминика, Панама или Британия, в любом случае ждет одно и то же, потому что владельцем лодки является гражданин Российской Федерации. Поэтому сколько бы вы не заплатили денег, хоть за офшорную регистрацию 2000 евро, полторы-2000, хоть за парусный спорт, результат будет один. Санкций к вам не будет, но заставят платить таможенные сборы. Что касается людей, которые пытаются притягивать за уши нормативно-правовую базу коммерческого и торгового флота. Во-первых, к прогулочным судам эти нормативные документы не имеют ровно никакого отношения и вдвойне смешно, когда эту нормативную базу, внутреннюю российскую нормативную базу, пытаются применить к лодке, которая находится за пределами юрисдикции России. То есть где-нибудь, скажем, там в Испании или там во Франции или еще где-то. То есть там эти нормы просто никому не нужны и они там не действуют. Что касается страховки. Значит, страховка это дело такое. Важно, чтобы страховая компания считала, что ей это выгодно. Тогда она вас застрахует без малейших проблем. Если страховая компания считает, что ей это не нужно и не выгодно, она вас не застрахует, невзирая ни на какую вашу регистрацию. Кстати, страхует в том числе и российский Росгосстрах. Правда, это немножко дороже, чем в европейских страховых компаниях, но не суть. Я к тому, что вполне себе даже вот с этими документами от Федерации парусного спорта страховка в Росгосстрахе вполне себе проходит. Значит, свидетельство о годности к плаванию. Любая дистанционная регистрация, в том числе и офшорная за большие деньги, она не предполагает осмотра лодки. То есть осмотра лодки не будет ни в этом случае, ни в случае какой-то другой регистрации. Поэтому говорить об этом сколь-нибудь серьезно не приходится. Дальше. Кое-кто считает, что можно нарисовать любое свидетельство, заноминировать его, и это вполне проканает. Ничего не могу на этот счет сказать, потому что я считаю, что все-таки нужно по возможности всегда исполнять законы и не делать, ну, не использовать фальсификаты во всяком случае. Откровенные фальсификаты. Я не сторонник, поэтому комментировать что-то тут мне сложно. Я категорически против подобных действий. Ну, в общем-то, наверное, и все, что я хотел пояснить, сказать. Кому хватило терпения, значит, спасибо за внимание. Всего доброго. Ждите следующих роликов. Возможно, расскажу о том, как вот эта вот солнечная батарея делалась. Ну, или о чем-то таком же. В общем, ролики будут в том числе и о жизни на лодке. Всем пока!